здравствуйте дорогие подписчики расскажу видение которое было наверное несколько месяцев назад вот видение связанная связано с войной на украине вот и какое-то время да я задавался вопросом почему почему в некоторых предсказаниях которые есть относительно украины говорится что западная украина будет отделена да мне еще была мысль такая не знаю почему она возникла вот а почему почему если да если ясновидящие видели что будет война и будет захват украинских территорий то почему же не захватить не захватить всю территорию украины вот у меня была такая какая-то мысль странная и на удивление странная вот и и знаете в состоянии медитации пришел довольно любопытный ответ я сейчас расскажу именно видение которое связано с этой темой и в одной из медитаций я видел как сейчас 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 войска стоят вот наступление как ни с одной как с одной с другой стороны нету относительно этого и относительно этого я у меня друзья как-то спрашивали как вы видите разворот или перспективу развития в военных действиях я им сказал что я им буквальном смысле пошагово объяснял что сильные перемены будут именно вот в начале сентября прошлого года 22 года а вот то есть трансформация войны и был призыв в российской федерации призвали не помню по моему 300 тысяч человек было по моему отступление тогда же ну точнее российская федерация отвела войска да ну или когда-то там ну в общем приблизительно это это надо возвращаться уже до вопрос сейчас не в этом и тогда когда хотел что-то добавить но видимо потерял ход мысли но сложная тема конечно вот и тогда просматривая ситуации связанные с боевыми действиями вот у меня было весьма интересное видение в котором я увидел что войска наступали и очень очень активно причем армия шла в буквальном смысле волной с востока на запад то есть со стороны как донецкой луганской харьковской области и она как бы волной шла в сторону киева и в сторону далее уже в сторону западной украины иногда говорят что типа наступление будет там направление направление одессы не могу сказать но понятно что это все символически все эти символы они указывают на не на детали а на определенную направленность или вектор вектор в поведении или в движении войск да если рассматривать с точки зрения стратегических каких-то понятий вот и что самое интересное когда я видел как вот эта вот армия движется волной впереди шли божества это удивительно именно поэтому я всегда говорю что элемент праведности все-таки присутствует с точки зрения действий российской федерации у них и мотивация на самом деле правильная потому что помните как всегда вот эта фраза она хоть немножко избита выглядит да и как-то немножко примитивно глуполата но она очень сакральная когда человек утверждает что наши деды воевали это является выражением почтения своему роду понимаете и подобное отношение является данью или преданным служением своим предкам а все-таки были героические личности и во времена советского союза учитывая то что это время все-таки атеизма и без условно говоря духовной безнравственности тем не менее были люди которые за родину за близких за друзей они шли погибали это были действительно героические личности да то есть не обладая какой-то великой величайшей нравственностью кшатрийской да люди совершали поступки и подвиги очень глубокие естественно когда военнослужащие отдают дань уважения своим предкам это дает особое благословение несет особое благословение было также одно видение тут тоже еще полгода назад когда я видел я в какой-то момент оказался в в глубокой не траншеи а окопе да и я увидел что-то наподобие подземного бункера вот это ну как это это называется не бункер я вообще не силен в этих армейских терминах в общем подземное да подземное убежище в котором как же это называется блиндаж вот блиндаж это сооружение которое делается в виде ямы сверху накидывается накладывается какие-то такие укрепления да и это просто помещение которое находится глубоко в земле так вот и я увидел блиндаж и увидел себя находящимся в этом блиндаже а вокруг меня было полтора десятка солдат причем солдаты эти были они в пилотках именно в пилотках которые были во вторую мировую войну я еще удивился думаю странно я смотрю на них говорю ребята вы же из Донецка они смеются да мы донецкие я говорю а в смысле а в смысле о чем они пилотки такие повыдавали они не ответили они смеялись с меня говорили кушать хочешь я говорю давайте они меня накормили вот там сказали что типа вот там если там надо помыться там ну как бы я так среди них был если там надо помыться вон сполоснись окоп грязь все такое я пошел сполоснулся у них там еще в общем такие приветливые хорошие дружеские да ребята вот принял душ у них там в этом блиндаже вот и сказал ну ладно ребята я как бы мне там все понятно я не могу долго задерживаться удачной вам горю службы я пошел к себе и когда я уходил оттуда я вышел через вход поднялся вылез из этой траншеи из этой из этого окопа я в какой-то момент осознал что это духи предков на самом деле они были это духи погибших солдат которые помогают нынешним военнослужащим со стороны Донецка Луганска Российской Федерации да это все те предки которые были это геройские пали но они их души помогают в нынешней войне битвы живым да то есть вместе с живыми в бой идут очень часто еще и духи предков вот это очень хорошая мотивация это удивительная мотивация я не знаю насколько это было спонтанно наверное насколько это было осознанно с позиции вооруженных сил Российской Федерации подобная мотивация да но это очень разумно то же самое время мотивация со стороны украинцев конечно она такая да воевать за непонятных личностей мы не будем как бы упоминать идеалы там Европа НАТО и всех остальных этих бандер вот я в целом очень нейтрально отношусь да ну хотя в моем случае непонимание присутствует вот и естественно когда солдаты погибают за иде ложную идеологию вот они будут уходить в нижние миры в соответствии с духами тех идеалов за которыми они идут да известно что бандера был ну не самой чистой личностью вообще не чистой личностью вот этот дух из нижних миров я просматривал его астральное тело просто не люблю эти темы знаете что сейчас запиши что-нибудь на тебя набросится и да это в большей степени такой грязный не чистая душа не демоническая личность но довольно грязная и она также находится в нижних мирах и люди которые воюют за подобных духов они также падают в нижние миры и меня на самом деле вот это удивляет потому что ну зачем как бы зачем отправлять армию будут же жертвы и будут погибать люди но когда они будут погибать они будут падать в нижние миры за что только потому что их идеологии их взгляды и то что они оказались не на чистой стороне очень важно чтобы находя чтобы человек воевал за благородные идеалы благородные идеалы дают возможность попадать в райские миры миры праведников как собственно и должно быть помните историю связанную с Куркшетрой когда пандавы поднялись в райские миры а кауравы упали в адские миры вот это я так вкратце там история немножко запутанная но именно так они потом поднялись в райские миры хотя из-за одного греха они сначала на один день упали в нижние миры ады пандавы вот то же самое время как кауравы на один день поднялись в райские миры а потом упали навсегда в адские миры вот вот так вот у них там сложная история была и соответственно да давайте к самому видению и я увидел вот эту вот идущую волну и очень мощную причем я часто вижу вот этих вот божеств которые идут впереди войска российской федерации на самом деле вот относительно тех наступлений которые были в начале вот самом начале войны на самом деле основная проблема как я понял там было в руководстве в командирах слабом да потому что для украины знаки были очень плохие я видел я видел в одном из сведений я видел солдата на западной Украине который в буквальном смысле едва не мочился от страха то есть Киев и особенно западная Украина было в очень большом страхе и смятении они поняли что находится в состоянии поражения но российская федерация решила не дожимать и отступила хотя на самом деле там по сути до перелома в наступлении в боевых действиях был один лишь шаг проблема в неподготовленности как я понимаю но это другой вопрос это пусть потом разбираются историки вот мне самому бывает интересно да я же в армии служил как бы сам не сторонник войны но все таки какие-то качества мужские есть во мне присутствуют вот и когда я видел введение вот эту волну наступающих войск впереди шли божества и сначала они шли в сторону Киева прошли Киева потом шли в сторону западной Украины и дойдя до границ до определенных границ как для себя отметил я 4-5 областей последние самые крайние вот они остановились они остановились встали и дальше не шли когда я повернулся к этим к этим войскам точнее повернулся в направлении этих божеств из голубого света ну из миров на районе которые шли впереди я у них я да и они были одеты в в одежду вооруженных сил Российской Федерации и я у них спросил говорю ребята а что вы остановились то ну могли бы уже да то есть я же до этого интересовался почему так вот такие вот пророчества непонятные почему не все вот и эти божества они вот такое движение рукой сделали типа смотри мы тебе сейчас покажем смотри внимательно и когда я посмотрел начал смотреть на те 4 или 5 областей западной Украины я увидел что они очень сильно отличались по цветовой гамме от всех более восточных областей Украины и эти областя они обладали очень грязными демоническими энергиями они в буквальном смысле были черными и тогда мне стало понятно почему да это были эти это были энергии это были области в которых доминировали такие вот демонические настроения демонические энергии и когда эти божества показали эти земли вот они сказали что мы мы не будем идти в эти земли потому что эти эти земли демонов вот и когда они так сказали я в какой-то момент даже осознал и увидел как души которые рождаются на западной Украине они обладают демоническими качествами да это очень примитивные это очень такие знаете как бы корыстные злобные гневливые завистливые души вот да известно что еще при СССР западная Украина всегда была дотационным краем хотя там очень много чистых земель да то есть они всегда жили за счет Советского Союза за счет восточной Украины они всегда жили на дотациях хотя там земли очень хорошие вроде как отзывы там очень хорошие да но видение именно вот так вот кстати такая же история была в традиции индуизма не помню один из царей наступая на запад из Индии с войском идя он упершись как-то в своем наступлении в одну реку услышал голос с небес и голос с небес сказал что ни в коем случае не переступай эту землю потому что дальше не чистые земли не чистые страны и там рождаются очень в большом количестве рождаются души которые становятся последователями касты чандалов отверженных да то есть демонические личности такие не чистые души и это связано за еще и западом согласно традиции васту потому что традиции васту запад он это территория закрытая да то есть человек никогда не должен стремиться на запад человек должен стремиться на восток если человек стремится на запад а мы почему-то в советском союзе все с ума сходили относительно запада западной культуры и всего такого в результате наша страна развалилась вот согласно традиции индуизма западно западная часть участка и западная часть государства она должна находиться в закрытом состоянии то есть согласно традиции индуизма например западной западной стороны врата если они есть они должны всегда находиться в закрытом состоянии в западной части участка или территории должен находиться туалет и отхожее место. Только туалет, ничего другого там не должно находиться. Там должен быть обязательно высокий забор, чтобы предотвращать отток энергии и так далее. И много всего. Там нельзя строить алтарное заведение, нельзя строить этот... Я как-нибудь расскажу, раскрою эту тему относительно того, что Петр прорубил окно в Европу. На самом деле окно надо было рубать на восток. Восток еще является символом духовных знаний. То есть рубить нужно было ворота или окно в сторону Индии. Государств, в которых есть духовные знания. Эти знания являются действительно сокровеннейшим Востоком. Когда человек стремится на восток, у него есть перспектива. Если человек стремится на запад, это указывает на деструктивное развитие самого человека. Мы все стремились на запад, мы все гонялись за джинсами, кока-колой, и наше государство развалилось. Вот пример подобного деструктивного мышления. И точно так же эти войска, подойдя к западной Украине, они остановились и сказали, что мы не будем захватывать, потому что нам не нужны эти демонические земли. И мне стало понятно, почему в пророчествах упоминается именно таким вот образом проявленное знание, что эта территория ее лучше не захватывать. Она нечистая. именно поэтому и многие политики в Российской Федерации, они так и говорят, что разделение Украины будет происходить именно таким образом, чтобы западная Украина отошла государством, которые Польша, Румыния, Венгрия, я не помню, кому там чего принадлежит, да и не важно, они сами разберутся потом. Мы не по этим вопросам. Но вот такое весьма интереснейшее видение было про тему ВАСТу затронем наверное в следующих единиях, поговорим на тему Запада, почему Запад должен быть вообще закрыт. Опять-таки, да, тема развития партнерских отношений с западными государствами, это тема, которая должна быть в закрытом состоянии. Никогда подобные отношения не принесут благо никому. Обратите внимание, Европа никогда к нам хорошо не относилась, всегда приходит войска, ну как, всегда оттуда приходит зло, всегда приходит, да, но при этом они стараются жить за наш счет, за наши ресурсы, но всегда несут нам страдания, войны, беды и какие-то проблемы. То есть, это тоже является показателем влияния западных энергий. Как-то так вот. До новых встреч, друзья. Игорь Негода.